Прежде чем начать сольную карьеру, он прошёл две любительские и три профессиональные группы. Весёлые ребята, пламя, голубые гитары. А потом почувствовал, что ему тесно в отведённых рамках. Его индивидуальность не вписывалась ни в бардовское движение, ни в попсовую тусовку, ни в рок-музыку. У него свой голос, своя мозаика. Так называется один из его шлягеров. Диск-гигант кафе «Саквояж». Два миллиона проданных экземпляров. Невиданный успех. Клипы музыканта начали транслировать в программе «Утренняя почта». Его пригласили на главный телевизионный фестиваль «Песня года». А композиции «Провинциалка», «Лилипутик», «Острова» стали хитами. На счету певца более 30 альбомов. Он и сейчас пишет новые песни, продолжает концертную деятельность и не собирается останавливаться на достигнутом. Сегодня мой герой – заслуженный артист России Вячеслав Малежек. Вячеслав Малежек сегодня в программе «Мой герой». На самом деле, Слава Малежек во всех отношениях. Мой герой еще потому, что и поправился. Ты же болел. Ну, да, переболел я довольно серьезно. Выкрутился. Ну, вот, вроде бы, голос у меня уже иногда поблескивает, особенно после капель, которые меня сегодня залили обильно, не пожалели. В глаза. Да, в глаза. Почему я спрашиваю про болезнь, да? Когда человек болел и поправился, это значит, что он победил. Скажи мне, ты победил? Да, я победил, но и многому научился на самом деле. А что случилось? Инсульт у меня случился. Кошмар какой. У меня было после того, как мы снялись в нашей программе, в первой серии. У меня предстоял концерт, посвященный моему 70-летию в Кремле. И меня телевизионщики, которые меня снимали, начали навязывать музыкантов, которых мне не хотелось, которые ко мне никакого отношения не имели, чтобы я их включил в свою программу. Я отбивался, в общем-то, потратил массу энергии и нервов, и потом я долбанул инсульт. Но должен сказать, что со мной это произошло за пределами нашей страны, и лечили меня наши врачи. И вот эти вот постоянные отъезды лечиться в Израиле и в Германии, я считаю, что это чушь собачья. Это я согласна. У нас замечательные врачи. Слав, а ты говоришь, что многому научился во время болезни. Чему? Мне думается, что я поверил в Бога. Потом я понял, что моя жизнь, наверное, все-таки прописана где-то там. То, что меня оставили здесь доделать какие-то недоделанные дела. Вот понимание того, что моя жизнь прописана, оно позволяет мне не суетиться и не переживать, что вот если я сейчас этого сегодня не сделаю, то все пропадет. Вячеслав Малежек говорит слова, которые время от времени нужно всем услышать. Ребят, понимаете, даже когда случается с тобой что-то ужасное, и кажется, что вот как ты говоришь, да, уже вот завтра там ничего не будет. Подождите, не суетитесь. Может быть, это просто какая-то проверка на прочности. Дальше все пойдет, может быть, и по-другому, но оно как-то пойдет. Это раз. А второй момент, то, что вот были тяжелые черные полосы, они позволяют радость, которая потом волей-неволей... Она все-таки возвращается, да, да, да. Она становится более контрастной, и кайфит, от нее получаешь тысячу раз лучше, нежели каждый день, когда ты обжираешься икрой, и ходишь по клубам и клубишься со страшной силой. И клубишься, и тут точно. У тебя же совершенно какая-то потрясающая жена, да? Удивительная. Удивительная. Я знаю, что вот эту всю черную полосу, вот эту всю болезнь, вы вдвоем пропахали, как сказал бы Высоцкий. Это правда? Ну да, она меня вытащила практически с того света. Я считаю, что она истратила массу и физической, и эмоциональной энергии. У нее потом, у самой была проблема, у нее была крепкая депрессия. Уже я подпирал ее плечом. Силы все отдала. И просил разрешения пойти до бассейна или до магазина, куда она меня отправляла, чтобы ее оставить одну. Ну, слава богу, что вот мы сейчас... В порядке. Поаплодируем Татьяне. И вы обмечались, правильно я понимаю? То есть это такой классический, как в моем романе. Это классическая история, когда все заканчивается хорошо. Его можно простить, когда он начинает петь за все. За большие грехи, за малые грехи. Можно простить все. И он иногда говорит, ну что бы я вообще без тебя, господи. Я же могу без тебя. Ну, конечно, может без меня. Но как? Это уже другое дело. И он очень быстро может забыть какую-то мою обиду. Он через пять минут уже не помнит. Вообще он ребенок. Просто самый маленький у меня ребенок. Вообще удивительно, он романтик в творчестве. Но не романтик в жизни. Абсолютно. Всю романтику, которая вокруг меня и вокруг нас, ну, скорее всего, выдумываю я. Он живет все время в творчестве, переходя из одной песни в другую. Или он пишет рассказ, или он пишет стихи. Он все время в этом варится. Он по-другому не умеет жить. Казалось бы, я говорю, Слава, сегодня день рождения у моей приятельницы. Напиши стихи. Он говорит, как ее зовут? Ну, через три минуты, пять минут он мне зовет. Иди, послушай. Я слушаю, говорю, ну, Пушкин. Как к нему это приходит? Я думаю, что проводник он. Наверное, как-то это, ну, это дар божий. Я знаю, что тебе как-то с детства везло на женщин, которые тебя окружали. Мама обожала. Прекрасные отношения с сестрой, которая была няня. И болела, и переживала за тебя. Правильно я говорю? И подкалывала. Вот я пошел учиться уже, бог знает, когда, в 54-м году учится первый класс. И тогда всем говорили учителя, Коля, чем ты лучше Пете вообще, там, выскативаешься. Да, да, да. Матушка моя говорила, ты должен всем доказать, что ты лучший. А ну, она, сестра. А сестра, сестра моя, она училась, в общем-то, в таком престижном институте, несмотря на то, что мы жили в Москве, в таком гетто, которое располагалось в районе Белорусского вокзала. Она поступила в архитектурный институт на факультет градостроительства. И причем это сделала абсолютно без блата. Ну, конечно, да. И она решила, чтобы я вот не получал те шишки, которые она себе набила, а хоронять меня от этого и предупредить. Она меня таскала по музеям, по кинофильмам. И, в общем-то, то, что я стал в какой-то степени интеллигентным дядькой, в общем-то, это ее большая вина и заслуга. Студенческие лагеря, какие-то концерты. Это все было в молодости или не отпускали? Студенческих лагерей у меня не было. В то время, когда они начались, и когда наши выезжали на какие-то комсомольские стройки, куда-то на озеро Балхаш, я уже к тому времени играл на гитаре, и меня отправляли играть для студентов-международников в МГУ. И с ректора ТМГУ приходило письмо ректору нашего института с просьбой отпустить замечательного артиста-студента Малежика. Поехали поиграть. Когда мы учились, Слава, в своем институте, я в своем институте, это были разные сообщества, вот гуманитария и технари. Нет, ну нас объединяла игра на гитарах, рок-н-ролл, и увлечение, вот, к сожалению, ушел мой хороший дружбан Слава Кеслер, с которым мы организовали группу «Мозаику». Он был удивительный человек. Он умудрился участвовать на химическом факультете МГУ, закончить учебу в университете, стать доктором химических наук. При этом он написал несколько спектаклей для театра Моссовета, сделал либретто на русском языке, опера «Иисус Христос. Суперзвезда», которая уже 33 года идет под его... Ну и играл на бас-гитаре, пел песни. Вот, если интересно, какую-нибудь песню могу спеть... Спой же. Спой же. Спою. У меня такая песня была. Понедельник день тяжелый, Бьет будиликом с утра, Просыпаюсь невеселый, На работу пора, И автобус убегает, Как насмешку надо мной, Я, наверное, опоздаю, Я бегу, как шальной... И припев был такой... Кто тебя придумал, понедельник? Кто тебе доверил сотню дел? Я бы не сказал, что я бездельник, Но и для меня ты черный день... Блеск! Отлично! Я читала, или ты мне тоже когда-то рассказывала, какую-то очень смешную историю, мелодраматическую, про какую-то как раз из буревестника, что ли, камбоджийскую девушку, которая была в тебя влюблена в 16 лет, Да, или там во сколько, в 17? И это ей было в 17, мне 24. Красотка невозможная. А она была вот в этом лагере студенческом, да? Она была в этом лагере, Она училась со своей подружкой в балетном училище, где-то на Фрунзенской. Вот, мы играли рок-н-ролл, И она вот где-то вот запала на меня, Чего-то я спел по-английски, Наверное, очень здорово. Красоты невозможной она была. Мне так ощущение, Что она была племянницей народома Сианука. А, ну, возможно, да. Она была такая хорошенькая, что все женское отделение, когда у нас там были душевые кабинки у женщин одни, душ для мужчин другие, когда они с подружкой отправлялись в душ, все женское население, вдруг вспоминало, что им тоже нужно в душ принять, чтобы поглазеть на эту красотку. Ну, потом начались какие-то проблемы в Камбодже с Вьетнамом. Наша страна дружила с Вьетнамом, мы их отозвали из страны, в общем-то, а я жениться как-то... Ну, мне не хотелось жениться. Не, ну, куда, конечно, еще рано. Не, не рано, а просто... Ну, я не был влюблен в нее. Скорее, она... Мне нравилось, как какие-нибудь фирменные левайсы. Да, я понимаю. То есть, что со мной ходит такая красотка. Бывали такие моменты, что мы шли по улице как какие-нибудь люди разворачивались и шли за нами. Уехала, да, уехала. Вот потом, где-то лет через сколько-то она приехала, значит... А, сначала появилась статья в советской культуре, которую написал... Я сейчас могу соврать фамилию автора, в которой было написано «Вечера в театре Пном пения». Вот рассказывалось об этой девочке. И вдруг выяснилось, что самое яркое впечатление значит, у нее от Советского Союза это вот ее взаимоотношения с сыном простого московского сферафера Вячеславом Малежиком. И там было обращение ко всей советской общественности с просьбой меня найти. А я уже был женат. У меня была Таня, был сын. Меня нашли где-то, ну... Человек 20 к вечеру меня нашли. Дела-то. Ну, девочка была тактичная. Она сказала, я понимаю, что у тебя... Мы обменялись подарком. Она сказала, у тебя все хорошо. Вот у меня тоже есть ребенок, но я понимаю, что вот мы с тобой не можем дальше строить взаимоотношения. Поэтому я хотел... Выбирал между Парижем и Москвой, где учиться танцем. И решил, что, наверное, надо глядя на твою жену, поеду-ка я в Париж. В Париж. Слава – это не про звездность. Мне кажется, что он никогда не болел звездонотостью. Такой какой-то очень-очень домашний. Тембр узнаваемый. Внешность узнаваемая. И как-то он смог это все пронести. И свой почерк авторский во всем. Он находит людей, близких себе по группе крови, по группе таланта. И он с ними находит такое удивительное созвучие, такой консонанс, полную гармонию, что есть ощущение, что все песни принадлежат ему полностью. Оказывается, ним. У него есть соавтор. Это было для меня прямо открытием. В Славе есть магнит. Ты влюбляешься в этот тембр, в эту простоту, в этот шарм. Слава Малежика. И живешь с этой любовью всю жизнь. Никогда ее не преданешь. В 90-е годы все жили как-то тяжело. И непонятно. А Вячеслав Малежик пел везде и всегда. То есть в это время ты был с нами. Это я прекрасно помню. И в машине, и в концертах, и на радио. У меня примета такая была. У меня было две приметы. Что если я еду, меня везет муж на машине, у нас играет радио. Любая там радиостанция, какая тогда играла. И если там поет Малежик, это значит, днем все будет хорошо. И еще у меня была вторая примета. На Маяковской, на станции метро Маяковская, был такой развальчик. А на развальчике продавались книжки и компакт-диски, что ли. Ну, какие-то вот такие. Но это 90-е. Я когда ехала, я останавливалась всегда возле этого развальчика. Это стул просто был. Стул обычный, туристический. Тогда так в метро торговали. И с одной стороны книжки лежали, а с другой стороны диски. И если я там видела вот эту упаковку, и было написано Вячеслав Малежик, и фотографии с гитарой, это значило, что все хорошо. Понимаешь? Они были все куплены давно. Ты же каждый день по диску не выпускал. Поэтому важно было посмотреть, к чему я. Трудное время было, не просто всем было. И ты как-то находил в себе силы всех утешать и петь про любовь. Ну вот поет Малежик, и так хорошо. Вот это как ты научился? И как это было применимо к 90-м? Писал песни и пел их, ну, как бы для себя. Я не думал о своем адресате. Я просто думал, что в силу теории больших чисел найдутся люди, которых это тронет. Судьба героев этих песен. И, наверное, меня Ольга Молчанова, Ольга Борисовна Молчанова сняла в программе «Шире круг». Я был популярным, поэтому вот в 90-е годы я, скажем, ну, востребованным. Меня приглашали, и я писал. Ну, в общем-то, вот у меня был такой пик. Впоследствии удивлялся, что при всем, при том, что я довольно много концертов ходил, но меня ни разу, скажем, авторитетные ребята не обложили ракетом почему-то. Либо у меня директор был такой мудрый. Вот тогда именно в 90-е годы заполучить Малежика на концерт, это было делом очень важным. И если удавалось его заполучить, этого Малежика, то это значит, что концерт был целиком и полностью уже успешным. На нём можно было заработать. И даже за то, чтобы тебя найти, просто чтобы что-то предложить, там люди кому-то платили какие-то деньги, просто так тебя искали. Ну, мне рассказывали, что телефон мой, вот чтобы номер телефона получить, стоил 300 рублей. Это очень много. Это приличные деньги, да. Но я был жадный до сих пор, до пения жадный. И где-то концерт полуторачасовой, вот последний концерт у меня вылился в трёхчасовое выступление, потому что помимо моего выступления он совпал со столетиями Михаила Танища, уходом Славы Кеслера, и ещё хотелось показать новых песен. Я их в итоге показал, пел три часа. При всех своих проблемах со здоровьем. А тогда у меня просто была такая байка среди директоров, администраторов, которые проводили концерты, пригласить малярника на 15 минут, он отработает в 45 минут. Да, да, да. И можно совершенно спокойно никого больше не приглашать. А были какие-то площадки, где приходилось выступать перед какими-то странными людьми? Да, у меня были концерты и в зонах, и в женской зоне. Причём я когда работал в профессиональных коллективах, и так бывало, артисты рассказывали, как они в женских зонах выступали, и что сидящие на первом ряду женщины, соскучившихся по мужикам, в общем-то, страшно неприлично сидели в своих размахайстых юбках, и работать невозможно. Я, в общем-то, приготовился, как вообще вот эти вот переживания. Нет, всё нормально было, правда. Были там несколько, скажем так, мужланистых девчонок. И потом, после концерта, меня пригласили в начальник тюрьмы откушать явстся. И нас обслуживала удивительная красота девчонка. Она ни разу не подняла глаз. Я с ней не смог встретиться. Я хотел ей улыбнуться просто. Она ни разу не посмотрела в мою сторону. Она вот как мусульманская женщина смотрела на подносы и обслуживала нас. А в мужской зоне забавная история была, значит, это в Ростове, где сидели какие-то очень крутые пацаны, где отбывали срок Толстопятого, может быть, помнишь, такие фамилии, по которым фильм «Грачи» сделали. Начался концерт, и где-то на третьем ряду, ну, самые, скажем, лучшие места опустовали. И где-то песни на пятой появились два человека, и все так затихли, пришли и усилились. А у меня обычно во время концерта со мной зрители поют. А тут не поют со мной. И я после концерта, значит, опять же, обед идет с начальником тюрьмы. Я говорю, а что? Не нравилось народу? Нет, говорит, очень нравилось. А я говорю, а почему они со мной не подпевали? Он говорит, ты понимаешь, Слава, дело в том, что по иерархии, принятой в уголовном мире, на самом верху находится ворс в законе, а ты находишься в самом низу. Им западло с тобой петь. Несколько концертов спел уже вот сейчас, во время специальной военной операции для ребят, которые ранеными приехали в Москву. Я был еще с ансамблем «Пламя» два раза в Афганистане, и там тоже были очень тяжелые концерты. Мы тоже, я помню, дуралеев, мы поем концерт в госпитале, и там ребята принесли буквально на простынях, повесили их, как в гамаке между деревьями, он без рук, без ног. А мы на сцене такие, не надо печалиться, и стыдно, глаза опускаешься, потом, правда, хватило ума перелопатить программу, и она была такая более-менее выдержанная. Давай спою тебя. Давай, спой. А ты мне подпоешь чуть-чуть. Мам, провожаю путь-дорогу, говорила мама, милый сын, Не терзай напрасной просьбы Бога, помни, ты у Бога не один. Не терзай напрасной просьбы Бога, помни, ты у Бога не один. Папороси всего лишь чуток этой горькой жизни глоток, от щедрог добавить денек этой вечной тайны, сынок. Помни, провожаю путь-дорогу, говорила мама, милый сын, не терзай напрасной просьбы Бога, помни, ты у Бога не один. Вместе! Не терзай напрасной просьбы Бога, помни, ты у Бога не один. Папороси всего лишь чуток этой горькой жизни глоток, от щедрог, от щедрог добавить денек этой вечной тайны, сынок. Давай про любовь я тебя спою. Давай про любовь. Про постук, поскольку вот мы много говорили о моих приключениях с иностранными девушками, я спою про свою жену, которую ты вспоминала, и я вспоминал добрым словом, такая песня, посмотри. И представить даже странно, годы-броды не с тобой, звали девочку Татьяну, звали женщину с судьбой вместе, звали девочку, это тебя, Татьяну, звали женщину с судьбой. Научишь мужа? Я отлюбил ее дыхание и тепло любимых плеч, от перронов расставаний до перронов новых встреч. От перронов расставаний до перронов новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Найдет в любом краю в любом году. К тебе приговорен уже пожизненно, И никакой амнистии не жду. К тебе приговорен уже пожизненно, И никакой амнистии не жду. Леон Измайлов сейчас скажет о тебе два слова. Ну да. Ну да. Он очень самобытный артист и самобытный композитор. Песня у него не похожа ни на какие другие, и голос у него не похожа ни на какую другую, его ни с кем не спутает. Причем он прошел ведь огромную школу до того, как вышел на сольную карьеру. Он пел и в веселых ребятах, и в голубых гитарах он пел, и в пламени он пел. Но нашел свой почерк. Никто там не пел так, как он. Кто-то пел хорошо, лучше, хуже. Но он вот абсолютно своеобразный. И своеобразная музыка у него, которая... Мало того, я даже... Он даже на мои какие-то стишки написал песню. Тоже юморная песня. Он ее иногда тогда исполнял. Но лет пять назад я его встретил в Кисловодске, гулять в горы, и вдруг он мне начал читать свои стихи. И я знаю, и он мне сказал, так у меня уже книжка вышла стихов. Книжка вышла. Я не удивлюсь, если завтра он скажет, что у него сейчас где-то будет, в Третьяковской галереи, будет выставка его картин. Вот такой он малежек. Ну, на самом деле, я еще в кино один раз снялся. Ну вот. И, честно говоря, было безумно обидно, значит, когда я послушал там сцену, я был одним из членов какой-то наркомафии. Да-да-да-да. Вот, и там два таких полубандитских персонажа разговаривают. Один говорит, вон там он в машине сидит старик, это я, значит, пойди к нему. Мне так обидно было услышать, что я старик. Тань, давай, коль он меня расхвалил, нас расширил, я хочу спеть песню. Мы, значит, с моим соавтором Юрием Петровичем Ремесником, когда вот вся наша страна праздновала 40-летие нашей победы во Второй Отечественной войне, решили написать цикл песен. Причем Юрий Петрович, Ремесник мой, соавтор, он говорит, я родился в 1939 году, у меня определенно есть такой долг перед своими сверстниками. Да, понимаю. И он говорит, давай попробуем написать песню о войне, чтобы там не было танковых атак, окопов и прочее. Мы вспомнили с ним фильм «20 дней без войны», который Горченко и Никулин играют. И у нас получился цикл песен, который мы назвали «Буду память листать по минутам». И даже мы на концерте хором со зрителями поем эту песню. Такая песня. На проплешинах школьной стены Рисовали мы пушки и танки, Безнадзорные дети войны, Беспощадного века подранки, Без отцовщины, улыбнись. Ей все равно чертыхался нашкольный историк, И махрой дымил в коридоре, Наплевав на запрет городом. А у меня сухарик есть в кармане, Подсоленный с лизинкой у мамани. Я эту роскошь разделю с Анютой, Она мне симпатична почему-то вместе. А у меня сухарик есть в кармане, Подсоленный с лизинкой у мамани. Я эту роскошь разделю с Анютой, Она мне симпатична почему-то. Распахну я окно во дворе, Стану память листать по минутам. В новом доме и в новом дворе Нянчат правнуков наших Анюта. Только эхо далекой весны Носят в сердце, как боль и хаманки, Посидевшие дети войны, Беспощадного века подранки. А у меня сухарик есть в кармане, Подсоленный с лизинкой у мамани. Я эту роскошь разделю с Анютой, Она мне симпатична почему-то. А у меня сухарик есть в кармане, Подсоленный с лизинкой у мамани. Я эту роскошь разделю с Анютой, Она мне симпатична почему-то. прекрасно ты поешь а везде и всегда опишешь как тоже везде и всегда слав песня позвала в дорогу это не про меня если честно я из этого состояния не вы не выхожу не выхожу я могу сказать значит вот одна из моих самых популярных песен мозаика она была написана наши когда работа заику сложу да да еще я в ансамбле пламя в котором работал но был таким ну не то чтобы придворным поэтом но во всяком случае одним из двух-трех парней которые делали капустники у нас там были какие-то дни рождения и мы устраивали себя праздники где-то среди ночи после окончания концерта и я значит когда было 15-летие группа мозаика в которой я играл это моя последняя самодеятельная группа я решил им тоже сделать такого капустника сочинить песню про них вот эту песню которую которую все знают мы были в городе омске и при всем при том что вот как это рассказал я не выпивающий почему-то в моем номере шла выпивка может быть я гулянка да а у меня зудил уже вот надо было написать и я ушел в туалет место где никто не не кричал и не кричал тосты и я сидя на унитазе вот придумал из чего же можно сложить это мозаику да у вас сложная очень работа вы по-моему все часто ссоритесь куда переходите из одного места в другое между музыкантами дело в том что в общем то у нас есть официальный календарь который начинается с 1 января есть еврейский календарь который китайский календарь а наш календарь как учебный год начинается первого сентября начинается сезон когда начинаются гастроли и мы ездили в те времена вот когда я работал профессиональных коллективах но где-то три четверти времени мы я находился на гастролях я на мой иногда приезжал только били билик поменять же обалдеешь да и конечно где-то к марту месяцу все начинали друг друга тихо ненавидеть потому что я там условно говоря ирину васильеву с которой я обедал переодевался нашу певицу больше видел чем свою жену начинались какие-то варианты и в общем то вот этот вот юрьев день когда пускали крестьян из за из рабства до из рабства он наступал где-то к апрелю месяц и все меняли место работы и должен сказать что несмотря на то что как нам рассказывали слободкин гранов маликов что между ними есть договоренность друг у другом не переманивать артистов тем не менее таком они все брали друг у друга артистов и практически все авторитетные артисты но тот же барыкин тоже тоже беликов я глызин работали в двух-трех ансамблях а у меня была одна довольно забавная ситуация когда я одному из своих товарищей рассказала история города знаешь уже столько пластинок выпустил что жена и нас то чертел зрительно что-то новенькое придумать я придумал такую идею что вот пока не объявлять вот есть группка кантутому сложного условно говоря на назвать его какой какой-нибудь клёп клёна либо оба вот и я запишу вместе с музыкантами какой-то новый репертарка же который сочиню под псевдонимом а чтобы мой голос не торчал я спою не верхней партии которая окрашивает тембрально а внизу какие-то голоса и потом где-нибудь когда какие-нибудь песни раскроются я тут объявлю что это мой коллектив и тут мы погоним с новыми силами гастролировать нашел меня сказал сказал знаешь что будет его что мой приятель будет после того как ты запишешь песни с этим коллективом и пока ты будешь собираться объявить о том что это твой коллектив уже пять кленов были баба баба будут гастролит гастролит по твоей фонограммы так что вот моя такая авантюрная идея ухты и малежек он в хорошем смысле абсолютно ненормальный человек потому что у него музыка она в нем живет и он общается с людьми вот посредственно своей музыки он конечно бывает неуемный я расскажу коротенький эпизодик мы были в минске на каком-то таком празднике полу корпоратив полу что-то но это давно очень было я приехала и там значит из москвы приехал вячеслав малежек и я значит решил петь новые песни откуда ни возьмись вылетел малежек и начал мне подпевать песни которую никогда в жизни не слышал сам факт его пребывание на сцене его уже как-то вот меня это конечно выбешивала уже прям вот микрофон берет там что-то думаю ну ладно села сначала как все за стол и потом думаю пойду я курить а слава начал при мне начал работать он петь очень любит он может это делать бесконечно и мы ушли в курилку и сидим ну собственно говоря если так по большому счету поезда ждем и вдруг нам присоединяется вячеслав малежек и с нами значит беседы беседует вдруг я понимаю что он там поет в зале я грыслав что-то я не сильно поняла я говорю а там что происходит сейчас он говорит так я же уже выступил я им там свой диск поставил послушать в общем это абсолютно не лечится это абсолютный диагноз если можно так назвать малежек я был на гастролях в китае и отсюда жадный и когда кто-то рядом со мной поет меня наверно ревность это назвать чувство я пошел гулять по пекину и какой-то парень стал заработал из гитары деньги так и у него забрал гитару и стал пить стал петь мы заработали больше поэтому на меня не жили это замечательная история это первая первая история вторая история такая значит мы летели из гонконга и вылет где-то в два часа по местному времени спать никому не охота и мне говорят слава чем спой научил гитару спел по росту чего-то а там полная значит зал ожидания я думаю че поет что-то как-то для своих только я беру и вдруг весь аэропорт как концертный зал примерно они звучали с ума сойти слав ты знаешь вот я в конце программы всегда спрашиваю у гостей как они любят отдыхать что они любят есть или я не знаю где они любят гулять и можно я не буду ничего этого у тебя спрашивать спой лучше а спой а вот правда на самом деле и были дни беспечными как дети и месяц мои яблони цвели я песню написать хотел о лете а получилось песня о любви страсти обжигающей во власть когда все дали под ноги легли я песню написать хотела счастье а получилось песня о любви а любимый друг о любви а любимый друг о любви а любимый друг о любви судьбу прекрасной женщине проспорив витрила развозарив и рули я песню написать хотела горе а получилась песня о любви а получилась песня о любви и по такая глупые у користи больно надежду бога не гневе я песню написать хотела жизни а получилась песня о любви я песню написать хотела жизни а получилась песня о любви мой друг о любви а любимый друг о любви на этой веселой ноте и мой друг а любви а любви мой друг о любви слава был есть и будет моим героем хотя бы потому что ему удается несмотря ни на что и иногда даже просто вопреки обстоятельствам заниматься любимым делом играть на гитаре петь песни которые нам очень нравится